Занялся этой темой, увлекся темой правильной дезинфекции. Все дело в том, что сталь, с которой делается наш инструмент, называется условно нержавеющая. Из нее делается еще хирургический инструмент и различные медицинские инструментарии. То есть, в принципе, она предназначена для того, чтобы ее дезинфицировать и стерилизовать, но делать это нужно обязательно правильно, иначе вы рискуете испортить свой инструмент, и на нем может образоваться коррозия. Когда мы занялись исследованием этой темы, среди наших клиентов, это проекты мастера маникюра, насколько правильно они используют свой инструмент, и насколько правильно их процесс дезинфекции и стерилизации, оказалось, что ситуация довольно плачевная, и большинство из них, в принципе, не знает об этих правилах. Поэтому мы решили этим вопросом серьезно заняться. Возник проект StyleX Lab в стерилизационной комнате, в которой мы сегодня находимся, ведем этот прямой эфир. Об этом проекте я вам расскажу подробно в конце нашего сегодняшнего эфира. Кроме того, мы проводим серьезные исследования на эту тему, мы занимаемся исследованием дезинфекторов, которые сейчас представлены на рынке, и вот пытаемся всецело донести до вас правильную информацию. Ну, наверное, мы начнем. Облачаемся обязательно в перчаточки, для того, чтобы защитить наши ручки. У нас есть вот такой вот стандартный набор нашего инструмента. Это кусачка для кутикулы, кусачка для ногтей, и вот такой вот кушер с топориком. В принципе, этот инструмент мы сейчас и будем дезинфицировать. Для этого мы его укладываем в контейнер. Хорошо. Не спеши. Укладываем мы его аккуратненько, чтобы он не касался друг друга в развернутом виде. Вот так вот. Режащей частью вверх. Ну, в принципе, весь инструмент режущий нужно хранить режущей частью вверх и класть его на поверхность. Ну, я думаю, что к правильному использованию инструмента мы посвятим какой-то отдельный прямой эфир. Мы здесь используем стилизационные большие трехлитровые контейнеры, потому что мы много стилизуем инструмента. Но, в принципе, на рынке представлены вот такие вот маленькие, куда помещается один набор. Он очень удобный, с вот такой вот выезжающей штучкой. Сделан из очень хорошего пластика для того, чтобы раствор не реагировал, не вступал в реакцию с этим пластиком. В специальном этом контейнере мы разводим дезинфицирующий раствор. Для этого дезинфектор смешивается с водой в той процентном соотношении, которое указано в методических указаниях к этому дезинфектору. Методические указания производитель должен предоставить обязательно. Вы их можете потребовать у продавца, у которого вы покупаете данный дезинфектор. Там очень подробно расписано, какой процент раствора должен быть и каково время экспозиции. Это время замачивания этого инструмента. Нарушать ни процентность раствора, ни время экспозиции нельзя ни в коем случае. Кроме того, есть еще такое понятие, как срок работы рабочего раствора, то есть сколько времени им можно пользоваться. Обычно это от 7 до 14 дней. Поэтому на вот этих вот контейнерах мы указываем какой-то раствор, процентность и дату, когда он был произведен. Если в течение этих 14 дней вы заметили, что у вас какие-то появились в растворе инородные тела, или он поменял свой цвет, его нужно обязательно заменить. Такое бывает, в этом нет ничего страшного. Данный раствор предназначен для того, чтобы в нем дезинфицировать 10 минут. Выкладываем инструмент и замачиваем его. Накрываем. Ждем 10 минут, но мы ждать не будем, потому что мы хотим, чтобы все было быстрее и интереснее. Поэтому чудеса монтажа. 10 минут прошло, и мы должны этот будем инструмент помыть. Ну давайте хорошо, пока он еще немножко полежит, я вам расскажу все-таки о дезинфекциях, которые используются для замачивания. Сразу отвечу на вопрос, будет ли запись. Запись обязательно будет, и немного попозже мы сделаем видео. То есть все то, что вы видите сейчас в прямом эфире, мы сделаем запись и опубликуем во всех наших социальных сетях. Так что это все обязательно будет. На рынке представлено очень много сейчас дезинфицирующих средств, как концентратов, которые нужно разводить водой, так и готовых средств для замачивания и обработки инструмента. Мы сейчас только о некоторых из них расскажем. Можно переключить твое внимание немножечко сюда. Я вам вкратце и расскажу, не вдаваясь в какую-то сложную эфимию, чем они в принципе отличаются. Большая часть дезинфицирующих средств, представленных на рынке, сделана на основе поверхностно-активных веществ. Или ПАВ, как они сокращенно называются в составе. Либо их еще называют в составе, вы можете увидеть три слова, четвертичные аммоневые соединения. Либо, как вот здесь, если у тебя получится приблизить на сурфониозе, Н3, либо Н4. Если вы видите такие штуки в составе, это значит, что это дезинфектор на основе ПАВ, поверхностно-активных веществ. Этот дезинфектор имеет очень широкую антимикробную активность. Он убивает всю патогенную флору, при этом он не токсичен, не вреден для человека. Поэтому он сейчас так популярен и в большинстве случаев используется. Но некоторые исследования показывают, что все-таки не все может убить этот дезинфицирующий раствор. Например, такие стойкие, жуткие штуки, как туберкулезная палочка или споры грибов, они нуждаются все равно в термической обработке, либо в каком-то серьезном дезинфицирующем средстве. Для этого в дезинфекторы добавляются еще альдегиды. Альдегиды могут вызывать раздражение на коже и на слизистой, поэтому с ними нужно быть очень аккуратным. Но если ваша работа связана с какими-то гнойными, удалением каких-то гнойных процессов, например, это подологов касается, которые удаляют в рощи ногти или с какими-то проблемными ногтями работают, либо косметологи, которые используют инструмент, тоже нарушая кожный покров и серьезными какими-то заболеваниями, тогда вам лучше использовать альдегиды, содержащие все-таки средства. Это вот такие, как, допустим, Корзалекс или Заформин-3000. Они содержат альдегиды. Это глутаровый альдегид, который тоже в составе всегда указан. Если вы его видите, то значит это довольно серьезное уже средство, которое требует от вас внимательности при разведении раствора, и работать с ним нужно очень внимательно, но оно более убивающее патогенную флору, скажем так. Вот, в принципе, чем они отличаются. Еще раз напомню, что обязательно нужно читать методические указания, правильно разводить раствор и выдерживать время экспозиции, то есть время намачивания так, как просит от вас производитель. Это очень важно для инструмента, для того, чтобы на нем не появлялась коррозия. Если же все-таки на вашем инструменте где-то появилось чуть-чуть какие-то пятнышки, какие-то ржавчины, которые не влияют на его режущие свойства, есть средства на рынке вот такие вот антиржа, очень которые хорошо работают, которые вы просто можете это мочить, и сразу будете видеть, как ваши пятнышки и ваша ржавчина чудесным образом удаляются. Хочу сказать, что все, что сегодня у нас представлено, о чем мы рассказываем, вы можете приобрести в интернет-магазине starix.ua и в наших магазинах в Харькове и в Киеве Starix Shop and Service. Это пока то, что у дезинфектора для замачивания. Еще хочу уточнить, если вы покупаете дезинфектор, обязательно на нем должно быть указано, что это средство специально для медицинского или косметологического инструментария. Либо это указано на значком, на котором нарисован инструмент, либо это просто так и написано. Если этого не указано на средстве, не стоит им пользоваться. Давайте вернемся к нашим инструментам. Следующим процессом. Мы его промываем. Для этого есть такой прекрасный контейнер с бежками. И проточная вода. Нужно очень тщательно смыть остатки дезинфицирующего средства. У нас используется еще ультразвуковая мойка. Если она у вас есть, это замечательно. Если ее нет, то ничего страшного. Просто тщательно промойте. Да, запись будет. Извини, Алена. Ты все еще отвечаешь на вопросы. Я поняла. Будет запись. Обязательно. Так, вот наша ультразвуковая мойка. Чем она хороша? Она очень аккуратно промывает инструмент от остатков дезинфектора. А также, если у вас на пушере остались остатки гель-лака, либо на ваших кусачках какие-то остатки кожи или еще чего-то, то она их замечательным образом уберет. Вот мы выкладываем в этот контейнер для ультразвуковой мойки наш инструмент. Он наполняется просто водой. В принципе, можно использовать дезинфицирующий раствор ультразвуковой мойки. На дезинфекторах это указано обычно в методических указаниях. Можно использовать в ультразвуковой мойке. Но дезинфекторы на основе ПАВ, о которых я сегодня говорила, они, в принципе, все хорошо работают в мойке. Вот. Мы накрываем. Минимальный режим 90 секунд, максимальный 360 секунд. Еще здесь можно подогревать воду, если это необходимость есть. Не будем сейчас тратить на это время. Вытаскиваем наш чистенький инструмент. И выкладываем его на бумажное полотенце. Теперь он должен высохнуть. Хорошо высохнуть, чтобы не было никаких остатков влаги. Мы тоже не будем это ждать. У нас есть уже сухой инструмент. Мы выкладываем вот в такой вот крафт-пакет. Крафт-пакет для автоклава. Он, с одной стороны, бумажный, с другой стороны, полиэтиленовый и имеет на себе индикаторы стерильности. Пакет этот специальный тем, что пар через него проходит. Внутри него дезинфицируется инструмент, стерилизуется, точнее. Но при этом он остается герметичным. И в нем можно инструмент хранить стерильным 30 дней. Так. В перчатках это сделать немножечко сложнее. Выкладываем наш инструмент. И у нас есть специальное запаковывающее устройство. Такая штука, которая горячим способом его запаковывает. И он полностью в герметичной упаковке. Идем дальше. Это наш замечательный автоклав. Он используется в клиниках, в стоматологиях. Это довольно большой автоклав на 23 литра. Нам он нужен, потому что мы стерилизуем много инструмента. Для салонов красоты его, наверное, слишком много. Поэтому есть гораздо меньше автоклавы. И есть специальные автоклавы, которые для салонов и предназначены. Но, в принципе, функциональность у них одинаковая. Разогреваются они до 134 градусов. Очень щадящий для инструмента. Большим давлением, потоком пара обрабатывает наш инструмент и делает его стерильным. Мы закладываем сюда наш пакетик. И здесь есть специальная программа, которая у нас уже выставлена для инструмента в упаковке. Данный цикл здесь длится 50 минут. 50 минут. Покажи еще раз пальчиками. Вот горит у нас лампочка. Но я же говорю, в разных автоклавах эти программы немножко разные. Ну, в данном, вот здесь вообще все удобно. Нам ничего не нужно выставлять. Он все делает автоматически. Ждать 50 минут мы тоже не будем. И у нас есть уже готовый простерилизованный вот такой вот инструмент. Сейчас я покажу, что касается индикатора стерильности на наших пакетах. Вот так вот. Этот пакет не стерильный. Этот пакет стерильный. Вот индикатор стерильности. Из голубого он становится вот таким вот коричневым. Это значит, что пакет стерилен. Вы его должны будете вскрыть при клиенте. И можете работать он стерильным инструментом. Если же вы открыли пакет, выложили его для работы, и какое-то время им не пользовались, в воздухе у нас витает большое количество бактерий, то есть его стерильным назвать уже нельзя будет. Для этого существуют средства для поверхностной обработки. Это то, что используется перед тем, как вы непосредственно начнете делать маникюр вашему клиенту. Обрабатывать ими можно любые поверхности. То есть стол, лампу, любые какие-то поверхности, с которыми вы работаете. Плюс еще сам инструмент. Есть средства, которые еще имеют моющие в себе свойства с пеной, для того, что если вам нужно еще кроме всего что-то помыть. Есть средства, которые просто дезинфицируют. Они наносятся, в основном они всегда со спреем, они наносятся на поверхность, либо на инструмент, и вытираются сухой салфеткой. Естественно, перед тем, как начать делать маникюр, вы должны обработать свои руки и руки вашего клиента. Для этого существуют средства для обработки рук, все они в основном на спиртовой основе. И наносятся либо это гели, либо это жидкости. Действуют они одинаково. В гели или жидкости вопрос только удобства нанесения. Их нужно наносить определенную дозу, если это с дозатором, то есть выдавить одну дозу на ручку и разнести по рукам. Руки перед этим не нужно мыть, и руки не должны быть влажные, потому что если руки влажные, то нарушается процентность этого средства, и оно уже не работает. Что еще хотела сказать по поводу средств для поверхностной обработки. Очень часто я знаю, что многие мастера их используют для замачивания инструмента. Например, бациллоу. Очень популярное средство. Его разводят с водой, мастера я о таком слышала, и замачивают инструмент. Это совершенно бессмысленно, потому что все практически средства для поверхностной обработки на спиртовой основе. Спирт у нас вещество, как известно, летучее очень. Оно быстро растворяется. Поэтому его можно только для поверхности побрызгать, подождать 30 секунд и вытереть. Если его развести, то уже через несколько секунд он потеряет свое свойство растворя, потому что спирт просто улетучится. Поэтому обязательно, еще раз об этом хочу сказать, используйте средства по назначению. Если на них написано, что это поверхностная обработка, то она поверхностная. Если это для замачивания инструмента, то так его и стоит использовать. Что касается дезинфекции, стерилизации инструментария, я думаю, все понятно. Есть у нас еще такие аксессуары, которые пользуются мастера. Это пилки и бафы. Мы настоятельно рекомендуем использовать их одноразовые, потому что пилки, особенно на бумажной основе, качественно простерилизовать практически невозможно. Из-за своей абразивной вот такой вот структуры забивается очень много остатков ногтя, кожи, и все споры грибов выращиваются в основном на пилках. Поэтому относиться к их дезинфекции нужно серьезно, но сделать это довольно сложно. Сейчас на рынке представлено очень много одноразовой продукции такой по вполне приемлемой цене. Есть даже вот такие вот маленькие бафики, которые очень недорого стоят. Они довольно удобные, в принципе. Их можно использовать один раз. Почему это все важно? Потому что, прежде всего, это безопасность ваша, как мастера. Вы никогда не можете угадать, кто к вам придет делать маникюр. И по большей части ваши клиенты сами не знают о том, что они являются носителями каких-то заболеваний. Поэтому позаботьтесь о вашей, прежде всего, безопасности. Ну и кроме того, это не лишняя забота о вашем клиенте, который, поверьте, ваш клиент оценит. И сейчас все больше эта тема появляется. Сейчас я знаю, что больше клиентов начинают обращать внимание не только на профессионализм своего мастера, как и насколько качественно он делает маникюр, но и то, насколько он серьезно относится к дезинфекции своего инструмента. Ну, а теперь я, наверное, расскажу о самом проекте Stylex Lab, где мы вот сегодня и находимся. Сейчас, когда я рассказывала обо всем об этом, вы, наверное, у себя мысленно в голове считали, во сколько денег этого лица. Приобретение дезинфектора, приобретение контейнера, крафт-пакеты, ультразвуковая мойка, пусть она не обязательно, она тоже неплохая, плюс автоклав это то, что самое дорогое. Поэтому, конечно, это повлияет на стоимость конечного маникюра, и это совсем не маленькие расходы. Мы решили помочь вам в этой проблеме, организовав такой проект, вы можете взять в аренду уже готовый набор. Он либо вот такой вот набор, это кусачка для ногтей, кусачка для кутикулы, пушер, либо в него еще могут входить ножнички, если вы им пользуетесь. Мы предоставляем вам такой стерильный набор. Заказываете вы его в зависимости от того, сколько клиентов у вас на день или на неделю. Я уже говорила о том, что он стерильный, в пакете 30 дней, поэтому вполне можете сделать заказ, допустим, на неделю, зная вашу запись, зная, сколько у вас клиентов будет в неделю. Допустим, вы заказываете 20 наборов, мы вам их привозим, вы их пользуетесь, используя каждый набор для клиента одного, то есть используете один раз обязательно. Складываете их в следующий заказ, наш курьер забирает у вас инструмент, которым вы его попользовались, и привозит вам новый. Вот такая, в принципе, аренда инструмента. Чем она хороша для мастера? Во-первых, вы не покупаете инструмент, и каждый день пользуетесь идеально заточенным, новым, профессиональным инструментом от Stalix. Во-вторых, вам не нужно тратиться на дезинфектор, на стерилизационное оборудование, будь то автоклав, либо сухожар, на крафт-пакеты, и еще кучу других средств, которые нужно использовать для дезинфекции и стерилизации. То есть мы думаем об этом за вас, а вы только наслаждаетесь работой с замечательным инструментом и радуете своих клиентов, клиентов с стерильным инструментом от Stalix. Суть проекта, в общем-то, в этом. Больше еще будет информации в наших социальных сетях. Если у вас есть какие-то вопросы, я обязательно на них отвечу. Эту услугу через меня можно заказать, на данный момент она только в Харькове. Этот проект только стартовал, и пока только в Харькове мы его реализуем. Впоследствии, я думаю, что это будет и в других городах Украины. Вот, в принципе, все, что мы сегодня хотели вам рассказать. Пишите свои вопросики, мы обязательно на них ответим, и будет еще конкурс в социальных сетях, о котором Алена сейчас напишет, и обязательно принимайте участие. Очень прикольные подарки. Всем спасибо. Отвечу на ваши вопросы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok